включил все мы начинаем добрый день меня зовут дмитрий город харьков бы ног недельная глава баришит надо сказать пару слов что-нибудь интересное запоминающиеся причем провоцирующая на беседу и я решил на этой неделе разобрать как бы сделать так что было это видно это видно нато может быть потребуется может быть и не потребуется через некоторое время включить экран я не сделал я сделал то есть мы разбираем недельную главу вы решит немножко опосля но тем не менее вопрос который задает большинство мудрецов почему тара начинается с буквы бет почему не с буквы алиф реальная проблема реальный вопрос я даже книжку недавно нашел майкл альтер стоит 55 долларов на амазоне 318 страниц why the tera begins with the letter bet почему тара начинается с буквы б представляете книжка есть 318 страниц но и ответов как вы можете догадаться наверное несколько десятков я приведу для начала ответы общие какие-то немножко логических немножко простых каббалистический и остановиться на двух драшевых они довольно интересные два драшевых комментариях почему бы нет почему бы не остановиться на них во первых тара провоцирует нас на то чтобы мы задавали этот вопрос как она это делает очень просто она не просто начинает первую букву первого слова первого пасука первой главы с буквой бет так она 2 в первых слова бы решить бара два слова начинается с буквы бет а затем два слова элоким и эт начинаются с буквы алиф то есть как бы вот берет тара и нас носом букву бет букву алиф букву алиф обратите внимание ребята смотрите что то здесь не так ответа много есть ответы логические их несколько штук я приведу самый яркий пример логического ответа тара с самого начала дает нам понять что уже нет раннего и нет позднего вторе хоть алиф первая буква а бет вторая буква тара начинается со второй буквы я думаю что для большей убедительности можно было вообще начать с третьей буквы тара знает что как напишешь так она и будет писаться то же самое касается и хотемет как тара заканчивается так и и лодка поплывет очень важно начало очень важен конец и тара догадывается что нам бы человеку хотелось начинать буквы алиф а она начинает буквы бет это логический ответ есть простые ответы лучше всего для простых ответов брать величайшего мудреца байля турим человек такой был в начале 14 века барселоне и в таледо у него был персональный компьютер дома в средних веках барселоне и он считал дематрии целыми кусками целыми предложениями не так как мы сейчас часто на уроках раввинов мудрецов торы они аудитории задают вопрос скажите пожалуйста дематрию баришит и такая пауза секунд 15 потом кто-то а байля турим много лет назад много сотен лет назад он считал дематрии предложениями и он на дает целую серию простых ответов я за одну минуту их перечислил буква бет это два гематрия поэтому два мира мир грядущий и мир вот этот который мы сейчас в нем живем поэтому бы решить на букву бет намек на два эти мира они были созданы между прочим первом речении в первый день а также две торы устная тора и письменная тора поэтому здесь буква бет намекает на то что мир был создан заслугу торы и ее изучающих обратите внимание раша говорит ради торы и ради народа израиля а байля турим говорит ради торы и ради тех кто ее изучает такая маленькая интересная вещь сторону бной ног дальше у него целая целая серия у байля 1712 намек на первый храм или допустим алиф батишрей первого тишрея намек на то что человек был создан роша шана первого тишрея и брит эш можно здесь найти это будет огонь завета завет огня точнее и так далее то есть мы можем у байля турима найти целую серию простых ответов почему начинается с буквы б есть каббалистические непонятные ответы мистические сложные запутанные например два вам для разнообразия мы знаем что когда творился мир буквы стояли в очереди каждая буква хотела занять первое место первой буквы пера пасква пера пороши первой книги и буква алиф самая скромная была очень странно почему вот все таки она серьезная буква кстати буква алиф самая сложная в написании вы наверное знаете написать букву алиф для писать это самое сложное дело она состоит из большого количества деталей так вот она самая скромная оказалась она промолчала когда буква бет залезла вне очереди тогда буква бет стала на первом месте а алиф за то что она была скромна как машера бейну она получила шикарная награду это будет первой буквой в десяти речениях на скрижале анохи это такой интересный каббалистический а может не интересный но каббалистический ответ еще ответ каббалистический мы же знаем что иврит пишется справа налево да и поэтому буква бет она имеет три стеночки а четвертая пропущена она как бы отделяет все что было написано от того что будет написано и получается все возможное для познания человека находится слева а все невозможное для мозгов человеческих находится справа вывод не надо туда лезть где нас не было что было до творения никто не знает и ничего не знает знаете как давать можно давать конечно нужно учитель говорил но при этом у бет есть маленький хвостик тот кто пишет без этого хвостика это ошибка в написании буквы бет поэтому который направлен направо это как-то все-таки минимально соединяет то что было то есть то что вне творения с тем что внутри творения хорошо то есть чуть-чуть можно туда полезть ученые обычно отвечают на вопрос что было до большого взрыва знаете что они отвечают антинаучно они отвечают поэтому как некоторые каббалисты на вопрос а что было до творения мира они говорят ребята ну они не говорят антирелигиозно но говорят лучше идти в лес куда-нибудь там парк и так далее ну или еще дальше это были каббалистические ответы а теперь медрашевые а точнее драшевые я всего два из них выбрал но тем не менее интересны хискуни первый представитель драшевого объяснения он говорит причина почему всевышний начинает буквы с буквы бет свою тору они салев все очень просто просто буква б только что я вам сказал она имеет границы с трех сторон внимание хискуни пишет с востока с запада и с юга она ограничена третье четвертая часть остается открытой на северной стороне то бишь всевышний создает мир который открыт севера и закрыт с юга запада и с востока дальше он пишет очень кратко он подозревает что мы с вами очень опытные все знаем он говорит севера приходят в мир вредные руход раот то бишь вот эти духи плохие злые ветры называйте их как хотите можно на эту тему долго рассуждать мы не будем похожий ответ у дацки ним они добавляют то же самое интересную конференцию и говорят что буква алиф обиделась в начале когда-то тора начинает писаться и видите там она алиф была скромная в одном мидраше а здесь она обиделась то что и получается буква бета граждена с трех сторон северной стороны не ограждена говорят дацки ним на возражение алиф всевышний дал ей первую букву в десяти речениях мани опрос а вы все видели как пишется буква бет она у нас сверху на севере палочка на востоке еще одна палочка и внизу на юге еще одна палочка свободное пространство пустое только влево на запад почему хиску не говорит что она свободно имеет пространство на север ведь на самом деле она открыта туда в сторону запада но у них был другой взгляд на стороны света правильно правильно это отражено в названии сторон света собственно если не хамат знает вопрос а как евреи александрии вас где для них был север а еще лучше где для них был восток это интересная большая проблема на нее можно свой час посвятить я совсем кратко то есть для ближнего востока а точнее для древнего израиля для месопотамии для них было ключевое слово кедем для них не существовало север запад восток юг кедем для них переводилась как лицевая сторона лицом являлось то что было на востоке так жили в древнем израиле например сейчас мы все с вами мы живем лицом на север мы живем север впереди справа восток запад слева вся современная цивилизация наверное лет 500 таким образом живет все древние евреи они жили лицом на восток и у них право был юг а слева север и поэтому когда родился беньямин сын правой руки он родился на и на юге поэтому название беньямин то есть поэтому когда вам говорят кедем что это восток это неправильный перевод на самом деле точнее он не точный правильно переводить передний отсюда проблемы решаются например уахадим тот который рассекал море переводы переводят ветер восточный нет это ветер передний потому что там много проблем с этим возникает как как он может быть восточный сказать встречный встречный да тот который в лицо а например те евреи которые жили в александрии и которые принимали участие в написании севтуагинты греческий перевод они жили в другой системе координат для них лицо кеды был юг вместе с египтянами потому что для египтян передняя часть была та откуда начинался нил то бишь на юге и все меняется для них получается то что у еврея был восток у них был юг ладно короче говоря это слишком у них общего тех и других кстати вопрос что то у них общая в этих двух способах ориентирования ничего общего разная ориентация у них сзади море средиземное а да абсолютно верно абсолютно верно задняя часть у евреев было яма тихон средиземное море и то же самое задняя часть была у египтян древних это тоже море так вот хискуде мы должны правильно понимать он говорит с точки зрения ближнего востока они нашего и действительно буква бет слева она якобы имеет пробел буква бет пустое место ничем иначе получится у нас самых самая настоящая буква самых но тем не менее это север для древнего человека детали уже конечно же в мидраша само слово цафон имеет второе значение цафун спрятанный скрытый утаенный есть какая-то даже особая связь между тормовыми ветрами бурями вихрями один псевдо писатель псевдо ученый он даже поселил каких-то демонов в норвегии для него не особо летавшего на самолетах не было их тогда самый дальний край север это был норвегия куэлит сравнивая тору солнцем а путь солнца даже рафширке об этом говорит начинает движение солнце на востоке и дальше она через южную половинку переходит на запад огибает не касается севера север как бы остается таким вот знаете темным незатронутым хочется сказать сибирь ветер холодно морозы и медведи вот собственно с точки зрения древних евреев так оно и было рафширке дальше интересный пример приводит он говорит чем дальше на север расположены колено израиля земле израиля тем дальше от духовности они были например колено дана была самая северная вы почитаете про колено дана вы ужаснетесь все что плохого можно написать все было в колени дана вот а с другой стороны колено и гуды было на самом юге этот царская колено а что говорят религиозные ученые у нас нет сейчас сегодня с вами религиозно ученых а религиозные ученые тоже сказали на эту тему кое-что они особенно геологи они говорят смотрите у нас на востоке на западе на юге есть очень большие массивы суши помимо моря даже под ледяной шапкой южного полюса все равно есть континент она называется антарктида но под ледяной массой северного полюса ничего нет то есть север открыт кавычках и в без кавычек мудрецы сказали север открыт геологи сказали север открыт но давайте закончим севером посмотрим на другой медраж еще более интересный почему назову начинается тарана букву бет потому что браха причитается тому кто ее начинает изучать а тот кто не изучает тору тому арира проклятие у нас от проклятия ару проклят начинается с буквы алиф а барух благословен начинается с буквы бет поэтому всевышний когда начинает тору буквы бет он как бы намекает на то что буквально написано в мидраши раба 110 я открою бет имеющий оттенок благословения и если бы это было только возможно то есть начинается с буквы бет потому что бет это благословение некоторым мудрецам категорически не нравится этот мидраж я думаю вы догадаетесь кому кому не нравится мидраши из наших самых известных мудрецов торы и бенезра причем он так интересно пишет иногда он сильно ругается а иногда чуть-чуть а вот здесь он просто издевается он говорит есть мидраж полезный для других направляющих детей созерцание то есть он говорит есть просто детский сад есть мидраши для детей говорит и бенезра ибо есть птица которая днем не видит ярко освещенного а ночью видит потому что глаза его тусклые ну вот он говорит создан буквой бета из благословения ну это цирк говорит трав авраам и бенезра дальше он приводит целый десяток слов хороших которые и плохих он говорит буква бет ничего не означает это неплохо это не хорошо это нейтрально говорит травы бенезра и ему не нравится этот мидраж хотя на на этом мидраше построен даже чуть позже я сделаю маленький урок от за рашемшон но самое интересное что супер комментаторы на и бенезру те которые комментируют и бенезру они не знают что делать с одной стороны надо как-то поддержать мидраж а с другой стороны их учитель и бенезра против этого мидража и как вы думаете как они выкручиваются а очень просто известнейший супер комментатор на и бенезру зовут его ави эзер он нашел в другой книге своего учителя цахот противоположное мнение там и бенезра объясняет формы букв разные и говорит про букву кув он говорит эта буква противоположна истине потому что слово клала проклятие является доказательством то есть в одном своем предисловии как комментарии тур и бенезра говорит что это глупости что вы букве бет ищите какую-то браху а в другой своей книге цахот он говорит кув это очень плохое слово потому что клала начинается с плохого слова интересно какой вывод для нас простых учеников которые я для себя лично делаю простой вывод если ты пишешь но книгу новую ты не должен забывать что ты написал пять лет назад надо помнить то что ты пишешь вот но в любом случае некоторые еще две минуты некоторые замечательные мудрецы делают уроки из этого мидража например за рашим шо величайший каббалист за рашим шон тот кто читает книгу за рашим шон он как бы усыновляется мудрецом по имени за рашим шон это сама по себе очень интересная тема кто читает книгу за рашим шон у того будет большое благословение на жизнь в общем смысле на пропитание на детей не будет болезни и так далее и так далее почему-то он не популярен в русском мире в английском и в рятоязычном нормальной любой религиозной семье за рашим шон стоит на полке обязательно он задает вопрос почему вернее какой огласовки нет в первом пасуке напомню какой огласовки нет первом пасуке наверное многие знают нет огласовки шурук почему ее здесь нет говорит рабейну бах я очень просто потому что шурук огласовка состоит из трех букв шинра и шкуф которые составляют слова шекер ложь вранье мы знаем что качество торы и качество всевышнего это эмет истина или правда это кстати один из аспектов управления всевышнего и очень важно для бога и для торы чтобы в первом пасуке торы не имеет даже малюсенького намека на ложь на ерунду всякую вопрос а есть намек на истину если у нас нет намека на вранье на ложь если у нас намек на правду в первом пасуке ответ раббай раббейну бахи есть конечно же есть смотрите три первых слова брыщит в конце буква тав бара конце буква алиф элоким в конце буква м три буквы последние м это само по очень интересное слово это слово эмет имеет шесть ножек все три буквы они имеют внизу маленькие ножки если вы их напишите красиво с помощью хорошего писца вы увидите эти ножки они стоят правда она стоит очень уверенно на ногах но шекер три буквы самый яркий представитель шин она круглая внизу у нее ножек нет все буквы без ножек то есть шекер без даже доли правды внутри вранье без доли правды не простоит или секунды она упадет но это само по себе кстати байля турим тот самый человек с компьютером 14 веке он нашел сразу шесть примеров слова эмет в последних буквах в нашей массы решит рассказе о творении вот так то что я сейчас я привел вам решить барайлу ким это первый пример есть еще шесть таких примеров то есть слово эмет оно ярко светится в первой главе она везде присутствует эмет 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 хотя нет прямым текстом эмет она немножко скрыто вопроса рашемшона почему тара начинается с буквы бет ведь браха это все прекрасно но ведь слова м это очень важно и мы его здесь видим в каждом пасуке правда скрытом виде более того он нашел зерашем шон те и лим 119 160 а там написано рож двореха эмет то есть голова твоих слов начало твоих слов это правда сказал царь давид то бишь о чем речь идет о том что начало слова всевышнего то чем мы сейчас вами занимаемся самым первым пасуком торы является истинной правдой получается что очень правильно с точки зрения царя давида с точки зрения зерашемшона очень правильно начинать все таки тору с буквы а лев буквы м и истина правда так почему тара начала с буквы бет ответ за рашемшона на основе медраша дворим 25 15 все наверно знают для того чтобы удлинить жизнь человека есть три способа уважает родителей почитать второй вариант прогнать птицу с гнезда а третий вариант нужно не обманывать на базаре так и написано весовой камень полный верный пусть будет у тебя мера полная верная пусть будет у тебя чтобы продлились дни твои на земле которую господь бог дает тебе и медраж говорит что человек который делает бизнес очень честно получит благословение в жизни и получит браху очень интересный способ и кстати наоборот если человек обманывает в бизнесе то будет шекер закончит очень плохо зерашемшон это маленький хедуш делает он говорит вместо того чтобы бегать за праведниками и просить их благословите меня благословите меня благословите меня бизнес делай честно и будет тебе браха это за рашемшон но это как идея это все красиво да а доказательство в тексте есть говорит за рашемшон есть он берет слово берешит и разбивает на смотрите их я не знаю стоит ли это показывать или не стоит показывать ну например голове все представляют себе берешит в серединке три буквы рож рейш а левшим рож это голова только что мы сказали царь давид про рож сказал что голова твоего слова это и мед и оставшиеся в начало и конец слова берешит бет в начале и ютед в конце бейт бет мы имеем собственно рож голова в серединке то бишь и мед а байт по краям с краюшку то бишь слове берешит говорит за рашемшон мы имеем два фундаментальных принципа торы и всевышнего и истина она в слове рож скрыта в серединке и шекер по краям по сторонам слева и справа то бишь мы говорит за рашемшон имеет концепцию благословения и истины самом самом начале в самом первом слое слой бы решит здесь закрыт секрет нашей брахи надо быть честным порядочным благонадежным заслуживающим доверия правдивым и верным самое главное и будет благ браха у нас в жизни на этом я постарался быстро рассказать и даже не заикнулся всем спасибо если есть вопросы я готов спорить и отстаивать свою позицию вопрос я не услышал ты не сказал рафа брау и бенезра дал свое объяснение на то почему торрес буквы бет начинается или нет нет а он он что он сейчас он какое-то очень простое дал объяснение далекое от мидрошей очень приземленное честно не скажу сейчас не буду врать потому что его нужно читать она очень простой он говорит не морочь и голову написано с б значит вот вкратце он сказал так окей кто-то еще поспорить по поводу того что вот такой урок типа забыл то что раньше писал но я не думаю что он забыл просто считал что вот такой подход в этом случае он не левать что это нету тут намек каждый раз когда приводит такие мидроши или такие толкования там про буквы всегда можно привести этот аргумент конечно есть слова на эту букву хорошие и слова плохие и и кому-то например тоже одни и те же вещи могут трактовать совершенно по-разному например закон от мудрецов который должен ли быть закон от мудрецов строже чем законы старые там относиться к нему строже нет мы сделаем здесь ослабление потому что это от мудрецов а есть другие говорят нет поскольку он от мудрецов мы наоборот его устрожим чтобы не пренебрегать то есть аргумент всегда можно повернуть туда или сюда у человека есть некое помимо того что он приводит доказательства того что уква бета означает бракха у него есть еще свара у него еще есть за этим стоит некоторая философия некоторое мировоззрение и дальше он ему подводит объяснение которое не обязательно стопроцентное но оно как бы как это говорится у нас осмах ты это запомнил он просто хочет тебе сказать что тара это это бракха и вот ты запомнишь это потому что начинается с буквы б может быть я немножко упрощаю видимо ябнезра он не так однозначно для него было учитывая его тяжелые жизненные обстоятельства и так далее он очень противоречивый мудрец торы но очень интересный и самая большая его проблема то что он много путешествовал и почти в каждом городе где он жил обязательно давал комментарии на тору и иногда был бывает смешно у него допустим он там в одном городе во франции он написал на этот пасук один комментарий а в другом городе италии он написал другой то есть я лично считаю что в этом смысле он был немножко неряшлив непоследователен если я могу говорить про мудреца торы таким образом но сегодня увидел вещи так а завтра по-другому а как нам как мы читатели его комментарии как нам воспринимать первый последний тот как раньше нет я считаю что нужно каждый день отдельно отдать свое наше внимание ты же приводишь разных комментаторов спокойно которые говорят разные вещи ну и разные люди в разные периоды жизни могут разные стороны торы открывать хорошо договорились есть это еще эмиль хочет лучше сосредоточиться на содержание значит я думаю вопрос проясняется если вещи назвать то что все это делается звуками так далее мы сейчас можем сказать назвать это мифотворчество не логика это мифология вот которая рядом так сказать присутствует она имеет свою прагматику это все очень хорошо я считаю что очевидно он фактически уже немножко повзрослел он уже поскольку мифы и сказки это больше как бы несколько детский такой метод сохраняется значение но у него просто вызрели уже другие подходы я считаю что в каком-то смысле для нас это имеет значение я считаю что он прав в этом смысле сначала была буква которая нужна для того чтобы передать нужное содержание это есть вещи которые очевидно автор так сказать осознавал а есть то что мы можем вокруг этого всего то есть создать ауру свои соображения и все это очень нам помогает не как и разбирать из микро этими кубиками вот это имеет свое значение вот но прямого значения то есть он пытался избежать этой мифологии искать какие-то смыслы более серьезные более содержательно я думаю что сегодня как раз надо идти именно по такому пути по пути венезра то есть уходить от мифологии пытаться найти реальный смысл пытаться как бы реставрировать замысел самого текста как он у нас есть очень много сейчас наук очень много дисциплин они позволяют проанализировать текст есть такие такая дисциплина 7 мотика вот есть прагматика вот есть короче говоря очень много и философии вот когда можно пытаться восстановить как это все было сделано как это какой-то смысл все имело есть вещи которые конечно действительно так и задуманные примеры если я самостоятельно пасук шмайс рель выделен я посчитал гематрию самостоятельно и обнаружил что это фактически соответствует гематрии значит всевышний да имя всевышний гематрии помноженное на единство 13 это можно самим разобраться потом я нашел что действительно в книге гематрии она существует не знаю ли заметили такого гематрии что три праца они образуют какое-то определенное единство тем что каждая из них вот говорили слово иметь если мы посчитаем ауди матрии на везде получается они как бы некий основатель может быть это случайно или не случайно мы не знаем это красиво конечно поэтому такие и такая мифология не значение можно принимать и такой и такой значит подход одновременно поэтому я считаю что каждому надо понимать так сказать и то и другое всех хорошо что можно отвлечься и не картины что очевидно есть люди которые слишком большое значение дают и вот он решил что в конце концов посмотрите на содержание текста и оставьте все догадки и соображения окей такое мы поняли вашу пуэнту спасибо огромное кто-то еще что-то хочет сказать или мы переходим к следующему докладчику ну по-видимому больше вопросов нет я от себя к тонке одну фразу добавляю мне кажется дима это не упомянул простая вещь на для меня она грандиозная есть известная тоже медраж который говорит о том почему буква бет это форма такая да бет закрыта с одной стороны то есть это буква вот такая личные видите здесь закрыта здесь открыто а упомянул окей значит я прослушал по моему это 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 некоторая как бы простая вещь но она если как бы вздуматься и всмотреться она она грандиозная совершенно да то есть начинать с чего-то до чего ничего не было это и первый взрыв вы что хотите но это по моему это гениальное направление окей ну хорошо мы про закрытость было несколько упомянутых моментов какой именно вы имели в виду потому что может и не упомянуть было конкретно этот момент там вот по поводу закрытости открытости то что на севере закрыл очень много всяких тонкостей может как раз то что вы подразумеваете не был сказал да 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 и опять мне кажется я мне кажется этого не было но может быть я прослушал не опять не раскрывая это но вот есть целая как бы лекция тоже рава шерки и других на тему б решит это сама форма лингвистическая она ее трудно перевести б решит это как бы я даем это или из-за чего-то это 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 не 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 в это не вы а это сложное значение и на этом сложном значении либо б решит а именно для решита а что такое решит это тор и так дальше на этом можно продолжать и продолжать но мы как бы то что сказал дима очень интересно переходим дальше окей можно да одно слово да некоторое продвижение так сказать от мифологии чуть-чуть некоторое продвижение к логике это байт фактически да да это бейт вот фактически она начинается потому что мы строим дом мы строим свой дом тарас строит дом евреев для мира вот такое толкование может быть я тоже я лично очень за как бы выбирать толкование мне очень встречать те которые нам освещают нашу дорогу они есть проекция на наш путь на нашу историю они грубо говоря нам что-то рассказывают реальное жизненное но если не актуально но они не не пикантере а то что то что дает нам возможность существовать дальше окей андрей мы можем перейти к тебе да можем я сначала добавлю про дом то есть буква бета она называется дом и на первый взгляд ее изображение совершенно на дом не похоже но я слышал такое объяснение что на самом деле в ней есть все элементы которые должны быть в доме в ней есть основание есть стена есть крыши есть вход окно это или дверь и вот это все содержится в изображении буква б окей теперь по изгнанию и возвращению меня в последний шаббат попросили приготовить доклад на тему авторы и я почитал начал с мальбема прочитал два комментарии на два пасука которые я определил для себя как ключевые на автору мальбема и это натолкнуло меня на очень продолжительные размышления которыми я хочу поделиться сейчас с вами и так я хотел спросить автора которые обычно читают бережит не ту который мы читали обычная да и шаягу 42 43 автора на бережит именно итак цель человеческой жизни маймонит например определяет как познание всевышнего и в главе бережит мы читаем о том как творец собственно творит условия для реализации этой цели он творит того кто его не знает другого того кто его не знает и всю собственно с одной стороны творит другого кто не знает с другой стороны само слово познать да вы врите я да у него есть также важное значение это соединение как познал адам хаву и таким образом отсюда мы видим что раз цель нашей жизни познания всевышнего то мы во первых не знаем во вторых мы от него отделены и вот в главе бережит всевышний производит собственно вот эти изгнание и разделение да мы видим что адам изгоняется из ганедана каин изгоняется с лица земли и все творение ну например по мнению раби нахмана можно рассматривать как изгнание да то есть творение оно в принципе отделено от творца и тут есть еще очень важная тема тоже в главе бережит это имя да то мы видим что самого начала всевышний условно говоря отделяет от себя какие-то части дает им имена а и сказал бог да будет свет и увидел что свет хорош и назвал свет днем тьму назвал ночью потом он разделяющую свод между верхними и нижними водами творит дает ему имя потом разделяет нижние воды воды от суши дает имя море дает имя суши потом он творит человека от которого отделяет тоже его части теперь уже человек да когда видит когда от него отделяется какая-то часть дает ей имя то есть человек уже становится его представителем так как соб созданный по образу и подобию потом люди тоже начинают рожать детей и давать им имена собственно вот этот а сюжет когда что-то отделяется из от центра периферии и тому кто отделяется дается имя он постоянно как не видится повторяется в главе бережит то есть таким образом всевышний с одной стороны создает разделение с другой стороны он дает имя то части который он отделил чтобы сохранить связь для того чтобы поскольку в конечном счете это разделение ради соединения потом то есть мы видим что как бы вот это отделение и удаление от всевышнего оно должно дойти до какого-то предела и там начать движение обратно что собственно является целью для этого ему нужно имя да что он должно вспомнить имя ну и вот этот сюжет который постоянно повторяется я бы взял центральный один из его сюжетов на который все по моему мнению себя вбирает это сотворение женщины да адам который сотворен по образу и подобию творца от него всевышний отделяет часть и адам дает ей имя и что характерно что имя она пока что очень похоже на его имя он говорит что это будет названо иша поскольку взята от киш то есть его зовут иш ее зовут иша отличаются они на один звук да или на одну букву впоследствии человек дает своей жене другое имя то есть там уже есть старая пара адам и хава и если иш и иша они разделяются отличаются на одну букву то адам и хава у них во первых полностью другие буквы в этих именах в одном и в другом а еще что характерно буквы слова адам они идут от начала алфавита концу от алиф дата алиф далит мем буквы слова хава они идут в обратную сторону от конца алфавита к началу хет вав и гей и таким образом получается с одной стороны у них стали совершенно разные непохожие друг друга имена противоположные можно сказать их движение противоположные с другой стороны они движутся друг другу навстречу и здесь мы можем увидеть как раз вот этот замысел творения что разделение дошло до какого-то предела и началось движение уже навстречу то есть началось возвращение теперь автора после каждой главы мы читаем автору большинство по моему или даже все автород они взяты из книги пророков да если в книге берешит у нас собственно возвращение творения вообще во всей торе возвращение творения к творцу никак не описывается да то есть у нас там в начале творение там человека мира потом израильский народ изгнание в египет в итоге они стоят на пороге земли израиля то есть пока что у них задача построить храм ну тут можно много говорить любом случае то есть пока еще только в пророчестве каком то есть но все книги пророков они описывают возвращение творения к творцу в будущем и таким образом можно вот эту пару недельный глава и автора рассматривать как изгнание и возвращение но что касается наши конкретные авторы она опять же как и многие автород описывает возвращение то есть собирание изгнанников израиля да и надо сказать что пока я говорил в таких абстрактных и умозрительных терминах как творец и творение да но у них должна быть какая-то проекция понятном нам на нашем мире на истории чтобы мы то есть как на мониторе да мы увидели какую-то картинку по которой бы мы определили что в процессоре началось началось вот это же возвращение и согласно контексту танаха да вот этой картинкой на мониторе означающий начало возвращения творения к творцу является кибус голуёд то что называется возвращение изгнанников израиля возвращение их на свою землю и соответственно означает что как бы творец с ними в мире и что его как бы его план работает так вот и тут есть два важных стиха для меня в этой авторе во первых 42 10 пойте господу песнь новую хвалу ему от края земли ну во первых есть медраж да который делает акцент на том что вот эта песня она мужского рода приводит ряд песен которые в танахе встречались раньше которых были женского рода шира то есть песнь можно сказать шир мужского рода и шира женского рода из этого ряд медрашей делает вывод что здесь имеется ввиду окончательное избавление поскольку слова шира она те песни в прошлом они пелись в те моменты когда были какие-то избавления за которыми следовали новые изгнания да это подобно тому как женщина которая рожает потом то кто она рожает слово приведет к рождению поэтому собственно шира оно означает а избавление которое несет в себе потенциал следующего изгнания а слово шир песни мужского рода имеется ввиду избавление уже окончательное который как мужчина не может никого родить но марбин дают здесь еще интересный комментарий он задается вопросом почему вот эта песня новая чем она отличается от всех предыдущих песен и отвечает что тем что она идет именно от края земли да тут весь новую хвалу ему от края земли что прошлые песни упомянуты в танахе песни сбавления они произносились в населенной местности в египте земле израиля то есть там как народ израиля произносил песни вот эта песня на центра земли как бы шла к окраине а вот эта песня новая которая в нашей авторе там говорит марбин будет обратный процесс то здесь уже раскроется слава всевышнего на краю на краях земли и вот эта песня она уже пойдет от периферии к центру еще есть два да и эту песню соответственно по ряду комментаторов поют народы мира комментаторы это раши радак и абарбанель есть еще два параллельных псалма 96 и 98 которые тоже начинаются со слов ширу лошем шир хадаш воспойте господу новые песни там опять же эту песню хвалы всевышнего поют народы и не останавливается на народах там также ее поют животные неживая природа торжествует луга деревья лесные реки хлопают в ладоши здесь идет процесс хвалы то есть возвращение уже от периферии к центру и еще один стих в этой же авторе это 43 9 пусть все народы соберутся вместе соберутся племена кто из них сказал это и здесь марбин пишет точно простую вещь да что все народы когда видят кибуца голует они понимают что у них тоже были какие-то мифы и ничто что говорилось в этих мифах не реализовалось при этом пророчество которое было у народа израиля и которое все эти годы было в руках народов то есть виде библии в котором было написано что народ израиля будет изгнан и снова вернется назад оно реализуется таким образом народы свидетельствуют что пророческое послание которое есть у израиля оно истинно и соответственно принимают как бы веру израиля принимают бога израиля ну а талмуд пишет еще более прямолинейно представить свидетелей своих и оправдаются это израиль выслушают и скажут правду это народы мира то есть народы служат свидетелям израиля на суде да поскольку мы видели то есть народы говорят что как в каком унижении был израиль все эти годы у нас было их пророчество виде библии мы видим что сейчас начинается начинается возвращение собирание изгнанников это говорит о том что они оправданы и выслушают и скажут правду то есть народы опять же свидетельствуют о начале возвращения то есть всему всего творения к творцу и есть еще сто двадцать шестой псалом который тоже говорит о кибуц голует возвращение изгнанников и там что интересно начинается с того что когда возвращал господь плен сиона мы были как бы видящие во сне и потом тогда говорили народы великое господь сотворил с ними и потом уже израиль говорит великое сотворил господь с нами и раф шерки уделяет большое внимание тому что здесь в начале осознают что пришло избавление именно народы и это помогает осознать из свое избавление израилю который вначале это как бы не понимал поскольку псалом начинается со слов мы были как видящие во сне да и мы видим что собственно возвращение там основание государства началось с тех слоев которые со светских слоев да которые они понимали там весь онтологический смысл вот этого возвращения и таким образом вот это закольцовывается с того чего мы начали да в книге берешит если в главе берешит у нас от адама отделяется часть наружу да он смотрит на нее и дает ей имя да вот этому разделению то во вторе у нас происходит обратная часть то есть народы снаружи да смотрят на том что произошло внутри соединение да изгнанников израиля с их землей там народ израиля с всевышним и так далее и они дают имя тоже они свидетельствуют произносят как раз вот эту песню если у нас в начале а имена разделялись то здесь у нас им имена соединяются да и собственно если взять какой-то стих который можно и один стих который бы все конечное избавление описывал то я бы сказал это тот стих которым заканчивает раша свой комментарий нашма израиль и тот стих которым заканчивается каждая из регулярных молитв в тот день будет господь один и имя его едино да и тогда обращу к народам язык чистый чтобы призывать имя господне таким образом то есть у нас здесь закольцовывается этот процесс и уже снаружи отдаленные части реальности смотрят внутрь и говорят что имя едино и имя едино с господом то есть таким образом цель творения осуществляется то есть познание всевышнего вот что я хотел сказать можно интересный момент мне понравилось андрей смотри действительно али адам алиф дали тмэн да у нас гематрия 1 440 постепенное удаление от алиф единства всевышнего и постепенно могилу то бишь в адаму то есть хорошо он начал и плохо кончил земле адам теперь берем хаву ровно наоборот 865 она идет по восходящей в сторону алифа в сторону всевышнего и есть доказательства она умеет делать детей то есть если адам он в конце концов плохо кончил то бишь в земле то хава она хорошо кончил она родит новую жизнь нового человека просто маленькое замечание все начали беременности это последняя буква имени всевышнего хорошо я хочу сказать то что в чате может быть не все видят или во всяком случае те которые будут записи смотреть вот участник который называется юзер если можно у всех есть возможность переименовывать себя если вы входите это технически я сейчас говорю если вы видите что вас назвали как-то так то правильно все-таки давать какие-то смысловые потому что иначе юзера непонятно то есть я говорю от имени юзера вот юзер написал там по-моему очень интересная вещь мне это очень нравится это больше к предыдущему то что говорил дима а имени зачитываю до сотворения был энсов только единый а теперь начинается другой мир основным качеством который является множественность а bet ну естественно bet вторая буква да и гематрия 2 первое в этом направлении понимание 1 а 2 и так дальше окей замечательно есть какие-то еще вопросы по первому либо второму я пару слов скажу то что много пару слов да окей значит решит первое слово я его перевожу как бы во главу почему поставлено небо и земля тем это земли небо земля которые еще не были как бы сотворены имеется ввиду противоположность небо это некая идеальная реальность а земля это эмпирическая реальность земля находится в хаосе а всевышний находится на небе в конце концов получается как бы такая платоническая схема да некий идеальный мир и некий земной мир опытный которые конце концов как взаимодействовать диалог и из него обустраивается мир эти противоположности поэтому главу поставлена именно сама противоположность небо и земли просто я то что касается новую песню меня это я все это представил что это ответ на каэлит который мы читали до этого когда все издевает от того что ничего нет нового под солнцем все одно и то же одно и то же и здесь как бы на имеется решение есть новое всевышним это есть то что новое под солнцем да то что от нас как бы зависит мы создаем это новое под солнцем то есть сам он сам он написал это каэлит то есть это было его новшество творчество практически там был какой-то вопрос о смысле и так далее я думаю что вот именно об этом находится как бы это решение да то есть меняя небо и землю мы создаем нечто новое и продолжаем это творчество новую песню ну все окей замечательно ну хорошо может быть мы перейдем тогда к третьему докладчику скажем так на хама готова ли ты я обычно я стараюсь действительно следовать нашим правилам те которые дмитрий изложил в начале чтобы с одной стороны что-то было интересное с другой стороны чтобы это было задевало и стимулировало мысли ли или споры на сегодня мне захотелось очень я давно хотела как бы это такое небольшое вступление сделать рассказать о замечательном раввине равве мартехай броеве его подходе который называется учение о категориях если можно правильно как правильно перевести по-русски свойствах категориях и я считаю что это очень важное учение как многие важные вещи они распространяются в народе израиля не сразу как и монету постепенно вдруг все больше и больше людей следует развивают и изучают дополняют подход монету то же самое и с раввом броером но действительно он установил как бы главные вехи этого подхода а потом у него все таки было очень много учеников и количество их увеличивается которые развивают его идеи и пару слов просто про равва броера он очень крупный ровен был исследователь танаха один из ведущих специалистов в мире по текстологии танаха известна история что он делал сверху нескольких версий есть разные рукописные источники в которых есть разночтение какие-то танаха и он похоже на то как когда-то был проект на ссоре в начале после эпохи талмудра поблизительно много веков назад которые выверяли тексты тары то же самое он сделал для с танаха в наши дни и похожим образом он чисто статистически похоже принимал решение по большинству рукописи и создал некоторые танах броера в котором были уточнены таким образом многие варианты не то что очень много вариантов написания танаха но есть они есть различия что самое поразительное когда это длинная история каким образом этот кодекс это книга танаха попала в израиль в конечном итоге танаха рамсула когда было сверено те части в общем там не все сохранилось но те части которые сохранился оказалось все про этот кодекс известно было что он очень и очень точно что там фактически все совпадало с тем как постановил Раврой но это в скобках как-то один из его проектов не тот о котором я хотел сегодня говорить я хотела вкратце пересказать это конечно будет с большими упущениями его такую базовую сонлагающую статью которая является предисловием книги Главы из Берешит его комментарий Рава Броя в книге Берешит есть у него предисловие в котором он написывает основу своего подхода и в начале он о том что я уже как неоднократно упоминала он приводит тот факт что действительно вторе встречаются у нас есть вторе вопросы потому что многие вещи многие истории и многие законы повторяются и больше что они не просто повторяются они в них есть противоречия между одним законом рассказанным в книге допустим Вейкра и законом рассказанным в книге Дворин и одна и та же история которая пересказывается по разному если мы обратим на это внимание это очень частое явление в Таре что истории рассказывается по разному можно миллион примеров привести например история Иосифа его братьев как братья спускались в Египет сначала он рассказывается Тара один раз потом когда приходит и куда к отцу он рассказывает его по другому это тоже самое самый известный пример который у мудрецов у нас приводит это пример с рабом Авраама который сначала мы слышим историю как она вроде бы происходила а потом раб Авраама рассказывает его немного по другому и таких таких сюжетов очень много не говоря о том что в книге Берешит и Шмот как-то рассказывается по одному они потом в книге Дворим и Деврея мимо они рассказываются по другому и то что говорит Раф Бройл это очень важно что мудрецы когда встречаются с такими противоречиями как в философском смысле чтобы понять что на самом деле происходило в этой истории чему она нас учат так и в смысле установления закона они у них есть способы нахождения гармонизации текста есть специальные способы толкования 13 принципов толкования ради Ишмаэля который каждый день мы говорим о молитве перед началом и который приводится в Талмуде и среди них есть такой принцип когда два стиха противоречит друг другу они могут быть поняты посредством третьего стиха который согласовывает их у нас есть много таких примеров когда есть один стих он противоречит другому как бы мы не знаем какой из них правильный приходит третий стих и решает нам эту проблему теперь мы знаем как правильно это что касается истории это что касается закона у нас есть возможность толкования все эти принципы Раф Бройл они основаны на логике они основаны на некоторых размышлениях о том как какого намерения Тары у нас есть способы понять прийти к какому-то выводу по поводу содержания закона или содержания какого-то рассказа Тары но тем не менее это эти способы они не дают нам ответ какой же простой смысл то есть когда мы говорим о простом смысле в общем то идет речь о контексте в котором какой-то факт какой-то закон упоминается в этом контексте почему он описывает что-то одно а в другом контексте он описывает что-то другое и это то что я могу сделать какое-то заключение гласическое или прочее из того как был на самом деле или например классический пример нашей главы с травами да что в первой главе написано что травы выросли еще до того как был сотворен Адам а во второй главе Адам сотворен и никаких трав еще нет до того как человек обрабатывал землю да и когда мы говорим о простом смысле тут у нас есть проблема вообще говоря конечно стоит упомянуть что простой смысл это очень сложное понятие хотя он называется простой потому что по поводу того что такой простой смысл могут быть совершенно разные представления и разные теории ну и в принципе это может означать разные как например в нашем разделе есть разногласия между чисто грамматической между одним из толкований раши первым предложением и ромбан когда раз утверждает что слово берешит надо понимать берешит бара это означает в начале сотворение небо и земли так это читается в предложении да а ромбан утверждает что нет надо читать так как это написано что в начале сотворил небо и землю то есть грамматически это означает разные вещи хотя в принципе это не очень сильно влияет на понимание тех кто они могут быть и какие-то следствия за это с другой стороны мол при том что разные комментаторы могут читать читать драматический текст одинаково они могут по-разному толковать смысл фразы или по-разному толковать его значение да одни будут считать что то что написано это испытание а другие будут говорить что это наказание и так далее поэтому по вопросу о простом смысле есть очень много всяких разногласий но мы сейчас говорим о действительно простом смысле как он вырисовывается из текста потому что в прямом смысле в одном месте написано что трава была и в прямом смысле написано в другом следующей главе что травы еще не было ну потом мы знаем что приходит раша объясняет улаживает это делать какое-то компромиссное решение на самом деле трава была она еще не выросла она стояла совсем совсем уже это начала вырастать но не показалось еще из земли на самом деле это не решение потому что мы так и не поняли почему в одном месте написано так а в другом месте по другому и это на самом деле вся теория рава броши она выросла из его желания дать ответ библейской критики то есть когда он услышал первый раз про библейскую критику ему было полное уверенность что это полная ерунда что в ней нет никакого смысла нет никакого значения и его можно просто так вот легко раскритиковать и выкинуть на полон но поскольку он человек обстоятельный очень мы это видели уже и то как он создал очень важную редакцию Танаха например он подробно изучал библейскую критику и в результате он решил как когда-то может быть который был учеником ахера и извлек из его учения положительное зерно он решил извлечь положительное зерно из библейской критики потому что он не мог отрицать истинность вещей которые они говорили что фактически в разных местах есть между разными местами вторые есть противоречия и и то что сказал мы не должны отрицать очевидно и говорить что на самом деле противоречие не имеет значения наоборот все что написано в таре оно имеет значение не просто так тара приводит в одном месте по одному написанное а в другом другое и нам нужно выявить вот основы этих различий и при своем объяснении он говорит что мы должны руководствоваться словами мудрецов это очень важно что он опирается на те принципы которые еще были заложены в словах мудрецов во первых то что писание всегда должно иметь простой смысл что нельзя его вытаскивать то что от простого смысла использовать только для для метража для толкования метафоры или вывода какого-то закона и второй принцип что тара говорит на языке человека а человек он не говорит так что сегодня он говорит одно завтра говорит другое это не свойственно человеческому языку поэтому надо понять какой смысл этих высказываний что значит что тара говорит на языке человек и таким образом это первое на что равбруер опирается второе он говорит что мы опираемся на то что сказали мудрецы про первые две главы творения что есть метраж который говорит что сначала бог хотел сотворить мир в мире суда а потом понял что он не устоит и сотворил его в мире милосердии это и поэтому первая глава целиком исключительно пользуется именем элуким именем бога а вторая использует также и имя четырехбуклиной ашем руки то есть создание мира описывается здесь двумя различными картинками в одной всевышний действует как меры суда а в другой он действует как в мере милосердия и поэтому картина выглядит по-разному и эти две на самом деле эти два свойства эти две категории суд и милосердия они противоречат друг другу он приводит высказывание равиакивы что нет милосердия в суде на самом деле это разногласия там он это не говорит но это и в смысле информации что это разногласия между рабиакивом и раби тарфоном как реально должен действовать земной суд но в смысле категории безусловно рабиакива прав потому что всегда есть противоречие между милосердием и судом если мы должны судить абсолютно верно по всем правилам и при этом получается что бедняка мы считаем виноватым а богатого правым то с точки зрения милосердия это жестоко и в некоторых случаях очень жестоко потому что чистый суд он не считается собстоятельствами как все происходило иногда это действительно бывает очень и очень несправедливо и поэтому милосердия и суд они не сочетаются никак ну известно что абраам бог сказал что я знаю что твое потомство будет делать знакомый спад то есть сочетать и милость и и суд но это вообще очень сложная вещь их сочетать для того чтобы понять каждую каждый принцип каждую категорию в отдельности нам нужно их вычленить один мой учитель этого тоже нет но один мой учитель который ученик был учеником он написал это как некоторые физически физическую форму когда мы бросаем камень он летит по параболе мы не понимаем что это за кривая такая парабола изначально почему она берется для того чтобы понять откуда она берется мы раскладываем движение этого камня на две составляющие с одной стороны он равномерно движется горизонтально а с другой стороны по вертикали он движется с ускорением жи которым его притягивает силу притяжения на него действует силу притяжения земли и когда вот это движение сложное мы раскладываем на два простых нам становится понятно откуда она берется эта сложность точно так же подобно этому второе сложный мир он разложен как бы на разные координаты на разные составляющие чтобы вышли для нас разные аспекты разные категории мира и Рау Брой пишет дальше это очень важно на мой взгляд подчеркнуть что Медраж также говорит что не Тара описывает сотворение мира а Тара являлась планом сотворения мира что Бог смотрел в Тару и создавал мир как это следует понять надо понять что у нас есть на самом деле два плана сотворения мира один план сотворения мира в милосердии один план сотворения мира в суде и они различаются и в реальности в принципе всегда существует когда мы сталкиваемся с какими конкретными жизненными ситуациями требуется найти какой-то компромисс между двумя координатами между двумя свойствами но для того чтобы найти нужно вычленить каждый из них очень важный момент о котором говорит Рау Брой здесь что две первые главы Тары они призваны именно научить нас этому принципу чтения Тары они демонстрируют нам очень выпукло подчеркивая разный порядок творения подчеркивая разные имена Всевышнего в двух главах демонстрируют нам что так построена вся Тара что во всей Тары будет нам показано различные точки зрения различные аспекты различные категории поэтому допустим описание праздников описание законов они выглядят совершенно по-разному во многом по-разному в разных книгах это необходимо упоминать их чтобы отразить в каждом празднике разные стороны которые характерны для этой категории которые характерны для этой категории и в каждом законе то же самое я здесь приводил уже несколько примеров разбора таких вот законов но очень хотелось мне сегодня показать откуда это все вытекает основу вот этого подхода что надо вычленить различные категории которые приводят к тому что нам кажется что есть противоречия это не реальные противоречия а разные аспекты мира разные категории творения то что я хотела дальше перевести я перевела в конце мне очень понравились просто заключительные слова Рава Брови которые уже не относятся конкретно к именно его теории секундочку я хотел сейчас поделиться этим одну секунду я прочту это мне просто понравилось как он говорит об отношении человека в таре когда человек читает книгу написанную другим человеком он может и даже должен относиться к ней критически иногда может оказаться что факты описанные в книге неверны или есть логические ошибки в выводах сделанных из этих фактов или моральная позиция автора не согласуется с моей совестью человек примет только то что кажется ему правильным и отвергнет то что для него неприемлемо человек в этом случае высший авторитет в разрешении сомнений и он никогда не обязан слушать кого-то кто потребует от него принять его точку зрения но не таковы отношения еврея с Тарой Всевышнего когда он открывает книгу Тары он не намерется читать Тару но он намерен учиться у Тары он обязан всегда ощущать себя учеником изучающим Тару у того кто дал Тару перед началом изучения он говорит благословение Господа обучающего Таре народа Израиля и после этого он должен настроиться услышать слова Бога живого или слова Бога живые это я считаю меня сомнений и никогда он не должен спорить с учителем и говорить этот закон мне подходит однако это очень важно это не означает что человек должен пренебречь свободой личности и принимать вещи которые он не способен принять он должен попытаться понять если не понял должен спросить если не понял ответ должен спросить еще раз в полной уверенности в том что есть ответ на его вопросы но никогда не должен заставлять себя понимать то что ему непонятно и не должен заставлять себя с тем с чем он не может себя дешевизировать потому что это не сработает поэтому не должен человек принимать вещи чужды его духу так как дух так или иначе отвергнет идеи чужды ему так же как тело отвергает чужие органы мне очень нравится этот подход человеку который показывает насколько прям прямой он человек что он не терпит никакого самопринуждения то есть иногда когда мы приходим изучать Тару он говорит я это не понимаю я это принимаю значит это верно на сто процентов и вот эта дилемма принимать или не принимать как принимать это показывает его прямоту его честность внутреннюю интеллектуально но тем не менее он пишет ты не можешь ты не должен даже принимать то что тебе чуждо но с другой стороны не нужно полностью выбрасывать вещи чуждо ему из сердца считаю что это ему не подходит ты это не можешь принять ты не обязан это принимать но выбрасывать тоже нельзя следует положить слова Тары на сердце как сказано у нас например и будут эти слова на твоем сердце что это значит это значит что верит что придет время когда сердце его откроется и он сможет принять то что до этого принять не мог и этой верой человек выразит свою полную веру в истинность Тары и в этом стоит разница между отношением Таре Всевышнего и в книге написанным человеком то что Тара это Тара Всевышнего выражается также в том что какую глубину человек может увидеть в ней это начало следующего абзаца мне тоже показалось очень важное замечание что то что мы знаем что Тара дана нам Всевышним это позволяет нам углюбляться в нее верить в нее и находить в ней все время новые новые глубины спасибо и если кто-то хочет что-то добавить или спросить я буду рада одну секунду да можно вот я хотел в принципе то что вы говорите это уже детали Дима я дико извиняюсь дико просто у меня был очень микрофон дико извиняюсь давайте сделаем так господа и дамы может быть у кого-то есть какие-то вопросы смотрите наше общее как бы подход мы бы не хотели чтобы вот это вот обсуждение в котором реально присутствует больше 20 человек выражалось в том что как бы реально разговаривают несколько людей правильно поэтому дико извиняюсь перед Димой что я выхватил микрофон но я прежде всего хочу сказать если у кого-то есть какие-то соображения можете написать в чате можете сказать пожалуйста здесь нет ни умных ни глупых мы сидим в одной лодке поднять руку поднять руку да поднять руку очень хорошо но в любом случае пожалуйста 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 постарайтесь с нами вместе участвовать потому что это дает нам как бы энергию и как бы там риц там риц пожалуйста как переслить там риц я уже забыл стимул правильно дает нам там риц он же стимул для того чтобы продолжать дальше потому что мы сами между собой можно собраться четвером-пятером и обсуждать за чашкой кофе окей Дима пожалуйста мы тебя слушаем я задам вопрос чтобы всех спровоцировать я думаю что все поняли не спали и внимательно слушали потому что уже поздно что говорила не хама а не хама говорила есть один из мудрецов торы в данном случае раббро и очень уважаемый с хорошей родословной мудрец мудрецов но он начинает спорить с какими-то библейскими критиками я считаю что это тролли на сегодняшний день библейская критика постепенно уходит в никуда и я их называю помимо троллей тролли вы знаете да их подкармливаешь и они все больше и больше начинают тебя раздражать то есть лучше борьба с троллями молчать не разговаривать с ними если тебя обзывает человек верблюдом то не надо говорить что смотрите но у меня же нет горба а следующий вопрос будет ты верблюд и мне надо говорить у меня же нет хвоста вы понимаете общение мудреца торы библейскими критиками она вот в таком духе в таком стиле надо молчать даже не начинать с ними разговаривать более того я скажу я провоцирую ты уже спровоцировалась а люди молчат а теперь а теперь дальше один из самых ярких примеров библейской работы да у нас есть шмоты есть дворим и машера бейну в главе и тро получает от своего тестя а ты тро как сделать судебную систему а вдворим когда он повторяет всю историю молчит про и тро не говорит что ему есть дал совет по судебной системе библейские критики тут как тут и говорят а так это две разные книги там маши а здесь не маши написал это называется ну просто человек не думает библейский критик не думает он хочет отремонтировать часы с помощью кувалды подход библейского критика есть молоток и больше ничего нет а то что подумать библейскими критику и сказать тогда машера бейну горловей тро разговаривал с людьми которые вышли из египта а сейчас он разговаривает с их потомками и ровно три месяца назад была война с медианом ему сейчас точно машера бейну не надо говорить упоминать не тро не медья не тянцев лучше вообще промолчать и про совета тетро то есть нужно входить в логику человека в его мысли и тогда все ответы зачем вопрос для всех на библейскую критику я поняла вам некоторых вещей илья не смогла правильно разъяснить или ты не понял он не спорит с библейской критикой абсолютно она на самом это была его начальная идея спорить библейской критикой когда он изучил все все наработки и он не потому что он считал их правыми он понял что есть в их работах некоторые важные вещи которые выводят наше понимание на новый на новый уровень это не отрицает совершенно когда мы читаем книгу дворин и хотим уладить с точки зрения психологических например как то и почему он там сказал об этом а здесь он не сказал об этом это тоже вполне легитимный комментарий но кроме этого существуют еще очень важные параметры книги дворин которые отличают его от книги шмот например которые выражаются во многих совершенно законах которые просто противоречат например там написано что нужно отдавать левиту где-то в икра оттуда написано что это нужно самому съесть в израиль конечно можно уладить это один мастер другой мастер скотина вообще это не проходит но не в мы можем уладить это не проблема иногда улаживание она ничему не противоречит она вполне объяснимо вот этот гармонизация но кроме этого еще очень важный принцип что они отражают разные стороны реальности нашей жизни разный подход к народу израиля разные стороны творения которые и это на самом деле на это нам намекали уже мудрецы когда они говорили почему есть две рассказы два рассказа сотворение почему они упоминаются разные имена и так далее но как и многие вещи которые на которые мудрецы обращают внимание намекают нам они до сегодняшнего дня не были раскрыты и еще возможно если еще очень много всяких глубин встаре которые до сегодняшнего дня еще не раскрыты и есть намеки у мудрецов которые мы до сегодняшнего дня не поняли но именно в этом является смысл продвижения нашего в понимании тары и удивить это не удивительно потому что кроме того что рафброй нашел очень много что изучить на основе этого принципа увидеть различия между различными подходами различными взглядами различными сторонами народа израиля например которые подчеркнуты книги в игре подчеркнуты книги дворим вместо это когда ты это видишь это ты понимаешь лучше тору и и мироздание вместе с этим можно секунду мне кажется мне кажется может быть я не прав мне кажется то что ты сделала да это дико интересно я так понимаю что это могу предисловие к некоторому большому курсу который хочет нам прочитать поэтому мы сейчас в рамках нашего обсуждения по брешит мы не сможем я понимаю что у димы есть дикое количество аргументов может быть людей которых я тоже есть дикое количество аргументов но мы сейчас понимаешь мне кажется ты мы поняли тематику мы поняли проблематику мне дико это понравилось и как промо да как у нас говорят может быть в россии тоже так говорят как промо да как реклама нового курса это совершенно замечательно окей хорошо я пока еще не решилась читать или я тебя подталкиваю теперь дальше смотрите я это дело в корыстных интересах да вырвал сейчас микрофон уны хамы нас осталось очень немного времени если можно будет да вот я хотел я хотел да буквально несколько слов сказать про возвращаясь обратно к тому что мы с ним обсуждали главу брешит как обычно с упором прожектор не меньше мистики меньше отвлеченно символического больше привязки к актуале мне это очень понравилось поскольку мы все сегодня сидим уже долго устали я позволю себе просто три небольших вектора для обдумывания как бы народу вот первым не очень понравилась такая вещь которая называется кайн авель и система нездравоохранения о а ю дискруденции судебная система и дальше там автор очень интересно с моей точки зрения говорит о том что всех мучает такая непонятно но как обычно как бы не вещь которую очень трудно понять каким образом так произошло что авель стал жертвы он по всем понятиям как бы ничего плохого не сделал более того не понятно за что убить как вообще могло быть допущено что он был убит да он принес жертву которая была принята ну как бы бессмысленно за что дальше за что автор приводит и говорит что вообще вот в этом первом убийстве да есть очень много медраше и комментариев которые объясняют а там идея такая что на самом деле там можно это как бы парадигма это про архетип любого убийства там можно найти любую причину и самую первую зависть и женщину все что вы хотите это первопричина да но что в каком направлении он это развивает мне очень понравилось он говорит такую вещь которую я на прилично не задумывался он говорит смотрите когда у людей есть сексу сексу это конфликт на его ведь называть сексу да обычно обычно люди пытаются как-то договориться доказать когда это не получается очень просто что происходит побеждает сильный так это всегда на уровне людей и на уровне групп людей и на уровне стран то есть если нет арбитра если нет судебной системы все решает сила просто сильный человек сильный человек он докажет уби убьет загнобить сказать как он нужен еще на этом кончается и дальше в чем по мнению автора статьи необходимость то есть цедака быть не может в принципе потому что логика простая победит всегда сильный а когда может быть цедак а цедак может быть когда есть система судебная которая ее смысл вот он такие вещи они мне очень понравились что делает системе судебная система она отнимает силу усиленного она отнимает его главный аргумент откладывает в сторону приходите ко мне я буду объективно вас слушать и неважно кто сильный да вот это первая вещь мне это очень понравился этот вектор да теперь дальше второй вектор тоже мне кажется очень интересный про человека смотрите рассматривается такая штука почему человек был создан до накануне субботы в шестой день да если сходить по такой известной иерархии о том что ну как бы ценность из так можно сказать или приближенность возвышенность творения определяется когда он был создан то есть первый тот как бы тот первый тот тот приобретает большим значением то мы видим что человек находится в очень интересной ситуации он с одной стороны чуть-чуть не хватило до того чтобы началась суббота да и тогда 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 про человека можно сказать что он он выше малахе ашара то есть малахе ашара это субботние ангелы которые как бы были созданы или появились в субботу и он как бы выше них потому что он был создан раньше но с другой стороны получается что все эти творения включая жуков тараканов там есть такой медраж который дикую вещь говорит даже шельшуль шельшуль пардон понос был создан до него да то есть человек вообще говоря он меньше любого комара поэтому спрашивается как бы вопрос а кто такой человек ему предшествовал он предшествовал малахе ашара то есть ангелом небесным но с другой стороны комарик ему как бы предшествовал и дальше все это заканчивает автор статьи говорит в наше время сейчас все про коронавирус говорят мы сегодня говорили может я тоже сказать но я тем не менее скажу вот коронавирус человек который обладает всеми технологиями пятыми десятыми да и тем не менее оказалось что какой-то и туш какой-то и туш тем не менее убивает все человечество не убивает он на грани этого да и вот это вот вся сложность человека который находится с одной стороны перед ангелами да а с другой стороны как бы про выше ангелов а с другой стороны да он и ниже комара вот по видимо это где-то объясняет всю эту сложность который мы с вами находимся и дальше последнее что я хочу сказать мне очень понравилось еще одно направление продвинутый вообще историю про капку правой я не я не читал эту историю история по сути на гугле называется стражная история перед законом франца капку кто-то читал пожалуйста значит идея какая-то очень быстро говорю только вектор знаете вся идея как бы запретным плодом да ее можно рассмотреть так что в чем была основная проблема по вот этому комментарию по этому вектор основная проблема была в том что как многие люди как многие люди у них есть проблема да то что разрешено кайфовать наслаждаться жизнью и вообще как бы позволено в их глазах это ничто но когда есть какая-то вещь которая запрещена это превращается в обсессию вот этот автор этой статьи мне тоже очень понравилось он говорит что вся как бы проблема была в том что адам и хаба да для них идея о том о запрете одном маленьком запрете не есть от дерева они превратились в обсессию им совершенно неважно было что им было разрешено от всего первая запись запись которая предшествовала запыть заповеди о том что нельзя есть было о том что есть ешьте ешьте от всех деревьев сада но им это стало неважно они были совершенно прокручены до обсессия на том что им запретили есть от одного из как бы почему кавка он доводит приводит там пример о том что у кавки как бы прочитать эту почитать эту историю там написано дикое количество комментариев это как глазом просмотрел может стоит прочитать а мы идея в том что человек он хочет пройти как бы в некоторый замок и там стоит страж и он пройти никак не может и страж ему каждый раз говоришь за мной есть еще несколько стража еще несколько стража и он пытается все время пройтись но не может никогда в него пройти и тогда страж ему он умирает и страж ему говорит сейчас я тебя опущу ну как же так я умираю когда ты умрешь ты будешь там а когда ты жил ты там тебе не позволено войти и он как бы делает такую парафразы что это очень похож на ситуацию адама и хабы да что принципе непонятно у них было все и у него как бы он идея говорит что есть многие люди которые воспринимают запреты торы и так и говорится ермо на самом деле да он махут шамаем то есть ермо небесное но если человек относится к этому как ермо как термо как это неправильно на самом деле гораздо больше есть разрешенного надо кайфовать от жизни и тогда от разрешенного и тогда то что запрещено будет кажется минимальным и не надо на этом как бы делать абсцессии все вот такие несколько этих самых моральных выводов после очень мистических глубоких вещей которые мы слышали то окей у кого-то остались вопросы замечания либо мы разбегаемся спасибо большое правда очень интересно спасибо до свидания южной кореи до свидания украине беларуси и так дальше кто откуда где израилю всем счастливые до свидания повторяю что мы специально делаем наши занятия по прошедшему недельному разделу для того чтобы народ мог минимально подготовиться что-то придумать сказать мы очень и очень ждем и надеемся что народ будет реально участвовать вместе с нами в любом известном виде во всех местах где вы видите наши сообщения вы можете отвечать на них и сказать пожалуйста расскажите об этом у меня есть такие соображения у нас есть у нас есть в телеграме чат на эту тему если вы хотите можете предсоединиться и есть там вопрос понят который этим занимается и можно будет интерес можно было бы еще раз мы нарабатываем материал для того чтобы сделать следующую встречу пока на мой взгляд не очень первая встреча она была как бы была полемика было понятно был какой-то action сейчас как бы не очень понятно если вы обрисуется как бы грубо говоря твой ответ да планируем но при условии если народ определится и будут какие-то интересные точки зрения будет что-то обсуждать я тебе пришлю ссылку на чат в телеграме где-то обсуждается окей второй вопрос про египтологию да мы будем продолжать но я думал может быть это не неправильно мы в прошлый раз делали им хомиши когда у нас не было обсуждения статьи рава шерки поэтому я думал если опять будет такой случай что мы не сможем провести урок по рава шерки мы пригласим продолжение про египтологию как вы считаете как ты считаешь на танк меня на вы в это кто я испугался может быть как то окей на самом деле можно сделать через раз мне кажется вполне да окей но в этот раз мы пока решили что у нас будет занятие да проблем а да но мы определим сейчас не будем да поскольку я готовился наверное нет давайте так и сделаем потому что и мне будет попроще окей на следующей неделе за нашими объявлениями один раз будет еврейская логика зубы будет египтология окей всем счастливое до свидания спасибо 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 доходы что вправе